Всем привет! Вы на канале Девайса и сегодня я расскажу о двух сборках стоимостью до 40 тысяч рублей, позволяющих играть в любые современные игры, пусть в некоторые и далеко не на самых высоких настройках графики, за что отдельное спасибо майнерам, из-за которых все актуальные видеокарты выросли в цене как минимум в полтора, а то и в два раза. Первая конфигурация будет на AMD, а вторая на Intel, в общем все как обычно. В завершении ролика я приведу сравнительную таблицу с результатами обоих ПК в играх, будет интересно, так что смотрите до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте кликнуть по колокольчику, чтобы не пропустить уведомления о новых материалах. Ссылки на все разобранное железо по доступным ценам вы сможете найти в описании. Поехали! По стандарту начну со сборки на AMD, в этот раз в ней будет использоваться шестиядерник, но не слишком горячий, а учитывая нынешние цены на видеокарты, на материнки можно в разумных пределах сэкономить. Конечно, выбирая ASRock A320M DVS R4.0, мы лишаемся возможности установить высокоскоростной M.2 PCI-Express твердотельный накопитель, но для конфигурации за 40 тысяч рублей это не такой серьезный минус, как может показаться. С SATA 3 SSD тоже будет достаточно комфортно. Не стоит думать, что если материнка бюджетная, то она обязательно подойдет только для офисного или слабого мультимедийного ПК. В некоторых случаях ее можно использовать и для игровых сборок, хотя, конечно, не с любыми процессорами. Да и если плата не оснащена радиатором на подсистеме питания, этой зоне желательно обеспечить дополнительный обдув. Кстати, у меня есть телеграм-канал с самыми интересными топами, рейтингами, сравнениями и подборками. Там же иногда выкладывается эксклюзивный контент только для подписчиков. Ссылка будет в описании, переходите и подписывайтесь. Дальше о процессоре. В наш бюджет вписываются шестиядерные процессоры, но с учетом необходимости приобретение какой-никакой игровой видеокарты далеко не любые. Одним из оптимальных вариантов среди них я считаю Ryzen 5 3500, потому что это представитель микроархитектуры Zen 2, то есть итерации, в которой была значительно улучшена игровая производительность, пусть и не настолько, как в Zen 3. Можно, конечно, взять и 2600, если вы планируете не только играть, но и часто работать в многопоточных приложениях с хорошо распараллеливаемой нагрузкой, но непосредственно в гейминге. В подавляющем большинстве случаев лучше себя показывает более новый процессор, пусть у него и отсутствуют так называемые виртуальные ядра. Для конфигурации Intel я подобрал плату классом чуть выше, чем для сборки на AMD, но использоваться будет процессор не последнего поколения. На Comet Lake S в связке с адекватной материнкой немного не хватает бюджета. Впрочем, несмотря на отсутствие технологии HyperTrading, выбранный мной проц все равно весьма хорош в играх. Мультипоточность требуется в основном для рабочих задач. Но вернусь к материнке. Пусть ASRock B365M HDV обладает только двумя разъемами для модуля оперативной памяти, зато у нее есть M.2 слот для скоростного твердотельного накопителя. Имеется и неплохой набор USB-разъемов. Что же касается видеовыходов, их несколько, но поскольку у нас используется дискретный графический ускоритель и процессор без встроенного ядра они нам не пригодятся. А вот и он – народный геймерский шестиядерник, заметно подешевевший после выхода на рынок поколение Comet Lake S. Он не обладает ни поддержкой ручного разгона, ни виртуальными ядрами, но это не мешает ему быть отличным выбором для игровых конфигураций не только среднего, но и предтопового уровня. Все-таки в первую очередь на частоту кадров влияет не процессор, а видеокарта. Камень же становится явным узким местом системы, если он на несколько классов ниже, чем используемый графический ускоритель. Найти Core i5-9400F в OEM исполнении сейчас можно меньше, чем за 10 тысяч рублей. По крайней мере в Москве, в других локациях его стоимость может отличаться как в меньшую, так и в большую сторону. С 9400, даже после завершения майнинга лихорадки и смены видеокарты на более производительную, вы сможете с комфортом играть в любые проекты, главное не забудьте отключить лимит по тепловыделению в биосе, если производитель материнки не сделал это за вас. Оба используемых шестиядерника, что Ryzen 5 3500, что Core i5-9400F нельзя назвать прожорливыми и горячими, поэтому с их охлаждением вполне справится башенный кулер начального уровня, такой как Aerocol Verho 2. Он и тише, и эффективнее боксовых. Если верить производителю, модель способна отвести от центрального процессора до 110 Вт тепла. Маленького радиатора с двумя тепловыми трубками и 90-мм вентилятора для этого достаточно. Дополнительным преимуществом решения можно назвать компактность. Он поместится даже в небольших корпусах, если же установить его в стандартный MIDI Tower Case, то до боковой стенки останется еще много свободного места. Оперативную память советую ту же самую, что и в сборке за 30-ку, потому что эти баллистиксы с приличной частотой и низкими таймингами. Напомню, что из-за используемых платформ и материнок оверклокерские модули нам не нужны. Достаточно любых на 3000 или 3200 МГц с таймингами 15-16-16 или 16-18-18. На старте по причине небольшого бюджета стоит взять одну планку на 8 ГБ, а позже, когда появятся дополнительные средства, добавить еще одну. На Crucial Ballistics можно не зацикливаться, я выбрал их, потому что в московской рознице рассматриваемые модули стоят всего на 100-200 рублей дороже, чем их конкуренты с варьирующимися чипами. В Ballistics же вы можете быть уверены, там установлены Micron Edai, обладающие неплохим разгонным потенциалом, и в дальнейшем при смене платформы оперативку можно будет еще и продать на вторичном рынке. Нужен недорогой и при этом надежный твердотельный накопитель с SATA 3 интерфейсом? Одним из оптимальных вариантов будет Crucial BX500. По соотношению цены, отказа, устойчивости и скоростных характеристик он является одним из лидеров бюджетного сегмента. Несмотря на то, что 240 ГБ в 2021 году уже явно маловато, лучше сэкономить на SSD и потом докупить второй, чем снижать лимит средств на процессор или видеокарту. Благо для системы, программ и одной-двух емких игр или нескольких средней емкости 240 ГБ хранилища все-таки хватит. В дальнейшем же рекомендую рассмотреть к приобретению модель как минимум на 500 ГБ, а лучше на терабайт. Хотелось бы, конечно, поставить в сборке за 40 тысяч рублей видеокарту классом повыше, хотя бы RX 570-580 или RX 5500 XT GTX 1650 Super, но сейчас они не вписываются в бюджет даже близко. Впрочем, базовая 1650 в любом случае значительно лучше, чем, например, GTX 1050 Ti, а 4 ГБ видеопамяти позволяют ей оставаться актуальной в современных играх, если говорить о Full HD разрешении. Также к несомненным плюсам модели можно отнести компактность, энергоэффективность и невысокое тепловыделение. Даже укороченные версии с одним вентилятором, как правило, не перегреваются. Если же говорить о самом главном, о производительности, то легкие киберспортивные и сессионные игры вроде Dota 2, Tankov и League of Legends комфортно идут на ультра. Не самые новые проекты средней требовательности, такие как Battlefield V или Ведьмак III, на высоких, а требовательные и сверхтребовательные Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 и иже с ними на низких или минимальных. Подробнее смотрите в таблице в конце ролика. И снова, чтобы не экономить на основных комплектующих, непосредственно влияющих на производительность, предлагаю взять сверхбюджетный корпус со встроенным блоком питания. При апгрейде последний можно просто заменить на новый. Сам же кейс, если добавить к нему парочку вентиляторов, вполне подходит для игровых конфигураций среднего уровня. Обработка элементов, конечно, так себе, да и свободного места не слишком много, но все-таки его хватает, нет и неприятного дребезжания, свойственного большинству тонкостенных шасси. Максимальная длина видеокарты и высота кулера тоже вполне приличные и свойственные большинству MIDI Tower корпусов. В общем, за свои деньги достойный выбор. Перехожу к тестированию сборок в играх. Производиться оно будет, разумеется, в разрешении Full HD. Более тяжелые режимы в актуальных играх не потянет видеокарта. Выставленные уровни настроек вы можете увидеть в таблице. Также добавлю, что ручной разгон комплектующих не производился. Итак, результаты тестирования подтверждают сказанное ранее. GTX 1650 позволяет ознакомиться с любыми современными играми, но далеко не всегда на ультравысоких или хотя бы средних настройках. Карточке просто не хватает вычислительной мощности для наиболее требовательных игр. Впрочем, выбирать сейчас особо не приходится. Большинство графических ускорителей или пропали из продажи, или предлагаются по безумным ценам. Но покупать ПК сейчас или ждать улучшения ситуации, которая наступит неизвестно когда, по прогнозам аналитиков не раньше лета, личный выбор каждого. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и кликните по подписке и колокольчику, этим вы очень поможете развитию канала Девайс. Оставайтесь с нами, в серии роликов о сборках ПК в разных бюджетах будет еще много интересного. И это не говоря о новых сравнениях, обзорах, топах и рейтингах. Ссылки на все разобранное железо по доступным ценам вы можете найти в описании. Спасибо за внимание и до новых встреч!